Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Я поздравляю вас с Рождеством, потому что Рождество не только было на днях, знаете, ну с каким Рождеством ты поздравляешь, уже прошло. Да у нас Рождество каждый день, слава Господу. Мы только на два дня позже говорим. Слава Господу, Иисус родился в нашем сердце, на этой земле и в нашей жизни. И я поздравляю вас также с наступающим Новым Годом. И я вдохновляю вас в этот Новый Год войти вместе с Богом, вместе, чтобы нам устоять, чтобы нам действительно быть небоязливыми верующими. И не думать, ой, куда убежать, где спрятаться, где сохраниться, а чтобы мы могли светить в этом темном мире. И Господь не забирает этот свет из темного мира, а наоборот, в этот темный мир ставит нас, как светильники, чтобы мы указывали. Свет он освещает. Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы обратиться ко многим людям. Послушайте очень внимательно, очень внимательно и услышьте. Дьявол настолько вас ненавидит, что он знает, что если вы получите благословение, вы войдете в свое призвание, ему придется убежать и убраться. Поэтому перед самым принятием благословения, перед самым вхождением в призвание, дьявол может разрушить все планы Божьи, если вы этому способствуете. Делает он это через нашу душу. Вы можете с кем-то поссориться, вы можете, что-то может произойти, у вас руки могут опуститься. Вы можете разочароваться в чем-то, расстроиться или пойти на какой-то компромисс. Пожалуйста, будьте внимательны. Я не знаю, через что вы сейчас проходите, но я знаю точно, я знаю точно, перед самым, перед самым большим благословением приходит сатана и кидает все свои силы. На то, чтобы забрать у вас это благословение и чтобы вы не получили, чтобы вы не вошли, чтобы вы стали ропотником. Перед тем, как Иисусу выйти в потрясающее служение, в самое потрясающее, чудесное служение, которое мы слышим на этой земле было. Пришел к нему сатана и искушал его, и соблазнял его, и запугивал его, и предлагал ему, но он от всего отказался. Перед самым большим благословением, это не случилось на двадцатый, на первый день, на двадцатый день, это случилось, когда Иисус уже был на грани. На грани. Он пришел именно в самый сложный момент. В самый сложный. Когда ему казалось, что он уже умирает, он уже написано, что он взолкал, то есть у него был смертельный голод. И вот тогда приходит дьявол и дает тебе свой план. Не ведись на этот план. То, что тебе Господь обещал, стой на этом и ожидай. Если тебе Бог обещал Исаака, жди Исаака. Жди, потому что через Исаака придут благословения небесные. Если тебе что-то Бог обещал, держи это и за этим иди. Не разменивайся. Будь с Богом. Часто люди теряют благословения. Теряют. Потому что вошли в плоть. И потеряли все благословения. Представляете, если бы Иисус взял действительно, подумал, я умираю. А зачем я тогда рождался? Камни. Быстро хлебом. Хоба, хлеба. Такие пышечки появились бы. Пирожочки, понимаете? Такой пар идет, отламываешься, там такой пар прям. Представляете, человек 40 дней не ел. Представляете, как Иисус мог поддаться этому, и он все потерял бы. Но он был силен в слове. Он сказал, он сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но словом, исходящим из уст Божьих. Вот, он отдал приоритет слову Бога. И сразу после этого, он прошел еще два испытания. Пришли ангелы, служили его, и он вышел в силе Святого Духа. И до конца своей, до смерти, до креста, он делал чудеса. Были чудеса исцеления, освобождения, спасения и так далее. Просто потому, что он не сдался. Не сдайся и ты. Итак, тема проповеди будет называться «Господь, пастырь мой». Псалом 22, 1. Мы знаем это, мы с детских лет, может быть, кто-то учил, и наизусть это знает. Но я хочу, чтобы мы сейчас не восприняли это как по-детски, когда мы учили, изубрили. А чтобы мы действительно вдумались. Вдумались в то пророчество, которое мы говорим. Ведь это пророческие слова. Псалом 22, 1. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Сегодня мы молимся о том. Я сам молился такими молитвами. Знаете, когда нужды. «Господь, восполни мои нужды! Господь, восполни мои нужды!» И я вам скажу, я пришел к заключению, что это неправильные молитвы. Посмотрите, как здесь сказано, это записано в слове. «Ни в чем не нуждаться». Это по-христиански. Мы иногда думаем, что христианство связано с нищетою каким-то образом. Нет! И это записано в слове Божьем. И здесь сказано. «Я ни в чем не буду нуждаться». Мы молимся, «Господь, дай мне хотя бы корочку хлеба». А здесь Божий человек, наполненный Святым Духом, ведь он был пророком. Давид был пророком. Он в свою жизнь это сказал. Представляете, вот нам всем дана эта власть, говорить в свою жизнь. Кто-то говорит, я неудачник. Смотришь по жизни, неудачник. Ой, это я знаю, вот у всех получится. Я знаю уже, у меня вот точно не получится. И вот этими словами человек, он не то что строит жизнь, он ее разрушает. Он ее разрушает. Вот Давид был тем человеком, который строил свою жизнь. Представляете? Молодой юноша. У него столько нужд было. И в свою жизнь он провозгласил до конца своих дней. До конца, на всю земную жизнь. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он сказал, что он не просто будет от зарплаты до зарплаты жить. Он не просто будет нуждаться от нужды в нужду. И он будет у Господа выпрашивать, как у Деда Мороза. Знаете, подарочек на один раз в год. Он ни в чем не будет нуждаться. Мы все помним и знаем, или можем узнать из Слова Божьего, что этот человек за всю свою жизнь больше ни в чем не нуждался. Были ли у него нужды? Были. Но все были восполнены. У него были и смертельный страх за ним гонялся, и сама смерть за ним бегала, самый элитный отряд за ним бегал, и не мог догнать. Вопрос, почему? Он был в розыске, он был в бегах, не сделав ничего плохого, просто потому, что он угрожал царю. Царь знал, что это следующий царь Давид. Царь Саул знал, что Давид это следующий царь. Это угроза его царству. Он не мог это больше позволить. И он решил его убить. Он несколько раз хотел убить. И не смог. Тогда Давид убежал. И он послал за ним спецназ. И спецназ не мог его догнать. И у Давида была несколько раз возможность отомстить Саулу. И вы знаете, по-человечески, по-человечески, можно было бы уже давно отомстить. И даже близкое окружение Давида советовало ему. Ты сам не делай, не марай руки. Просто моргни глазом. И один удар к земле, и все, и он больше не двинется. Один удар, прокол, и все. И он говорит, нет. Знаете, почему Давид? Мы думаем, о, Давид ни в чем не будет нуждаться. Знаете, что восполнены были все его нужды, даже душевные. Ведь когда у человека, ему столько причинили зла в жизни, его столько раз обидели, его столько раз унизили. Знаете, когда появляется возможность отомстить, то мало кто от этого отказывается. Поверьте. Это только благородные люди отказывают. Так вот, Давид мог отказаться от этой сладкой мести. Он же мог и поиздеваться над ним тоже. Он отказался от сладкой мести, потому что Господь был его пастырем. Мы не будем никогда мстить. Мы никогда не будем за себя мстить, зная, что все отмщение у Господа. Пастух разберется. Вы знаете, что если из стада волк украл овцу, овцы не мстят волку. Это делает пастух. И Давид, анализируя свое стадо, он сам был пастухом. Он видел, и у него были эти качества, когда он защищал свое стадо, он понял, что Господь такой же, что если он является этой овечкой, беззащитной, тогда сам пастух защитит его. В одном месте Писания сказано, Иисус говорил, Матфея 10, 16, Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Какой нормальный пастух пошлет овец среди волков? К волкам. Наоборот, как бы пастухи охраняют от овец, но здесь Иисус говорит, Я посылаю вас. Я посылаю. Вы не идете сами по себе. Если Я послал, Я и приготовил все. Я и наблюдаю. Среди волков овцы могут выжить среди волков, только если они с пастухом. Вы знаете, мы живем в этом мире. И очень много волков и в невидимом мире, и в видимом мире. И дьявол очень много раз хотел убить нас, покушался на нас. Скажем, это образные волки, да? Но Господь защищает нас. И ты осознаешь, и когда ты осознаешь, что беда только что миновала тебя, допустим, авария миновала тебя, ты понимаешь, что это пастух тебя защитил. Твой пастух. Это такая привилегия иметь пастыря в своей жизни. Я сейчас не просто говорю о пасторе, как человеке, который, ну, как бы заботится о церкви и как бы лидер в церкви. Я говорю о пастухе каждого верующего. Как нам важно осознавать. И часто, часто мы принимаем свои собственные решения идти туда, делать то, делать это. И потом смотрим. Господь, почему нет твоей защиты, почему нет твоего благословения? Посмотрите, что Давид говорит. Посмотрите, как он говорит интересно. Во втором стихе, 22.2, Псалом. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Он водит. Не я хожу. Иногда мне кажется, что это тихая вода, и мне не нужен пастух, чтобы идти и пить там. Вы знаете, сложно напиться из водопада. овцы просто не попить из водопада. Она льется, брызжет, а она не может. Ей нужна тихая водичка, чтобы не спугнуть ее. Все. Чтобы она спокойно подошла и попила. Знаете, чтобы был мир. А иногда овца может подумать, мне не обязательно идти туда, куда пастух меня повел. Там тоже тихая вода. Я тоже могу пойти туда и попить. И она идет, идет такая, знаете, самостоятельная овца, идет, подходит туда пить, а оттуда вылетает крокодил и съедает ее. Так вот, если бы она пошла бы туда, куда ей разрешено было бы, тогда ее пастух защитил бы. А так она откололась. И она осталась одна. Я не говорю сейчас ни про что. Я говорю только про овцу и пастуха. Овец, овца и пастух. Каждый из нас, каждый из нас, мы являемся стадом. Мы не являемся, знаете, где-то Библия говорит, что мы, надеющиеся на Господа, полетим, как орлы. Да, это как иллюстрация того, что у тебя будет сила. Но чаще Иисус говорил не об орлах. Он говорил, овцы мои слушаются голосом моего. Из всего, что говорил Иисус, мы делаем заключение, что овца не может жить независимой жизнью. Она не может жить самостоятельной жизнью. Она не может питаться самостоятельно. Ее должен пастух привезти на пастбище. Ее пастух должен охранять. И вы знаете, когда мы живем с Господом, тогда мы понимаем и когда мы осознаем, что над моей жизнью действительно есть этот сильный и мощный пастух, который охраняет мою жизнь от бесов, от демонов. Он охраняет мою жизнь от меня самого и от моих неправильных решений. Помните, как Давид говорил, что «Зри не на опасном ли я пути?» Такие слова из Псалма. «Зри не на опасном ли я пути?» Он сам не знал. Он сам не знал себя до конца. И мы знаете, что? Мы можем себе доверять. Мы можем верить себе до определенного момента, пока не разочаруемся. И вот поэтому, прежде чем доверить Петру ключи от царства, он показал ему, «Петр, посмотри, кто ты без меня? Посмотри на себя овечка без пастыря, без пастуха. Посмотри, когда ты говоришь «я, я, 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 я». И Петр, он увидел, он трижды увидел, что он такой низкий человек, что он может предать самое дорогое, что у него есть, самое родное, что у него есть. Он может предать любовь. Представьте, предать любовь из-за корыстных своих каких-то целей, из-за страха просто отказаться. От Иисуса. И он это увидел. Я думаю, он был в ужасном шоке. И я верю, что каждому из нас в какой-то момент из жизни Господь покажет нам, кто мы, уже будучи верующими, являемся без Него. Иногда мы думаем, я такой крутой, я такой верный, я такой христианин, прямо, знаете, развитый такой, зрелый христианин. Знаете, Господу стоит только убрать свою руку. И мы можем такую глупость сделать. Мы можем в такой грех влезть. Гордость, она именно к этому и приводит. И мы знаем, что есть паршивые овцы, есть овцы, которые отбиваются от стада. Это все есть. Когда мы начинаем изучать Слово Божие вместе со Святым Духом, Дух Святой нам показывает истины. Он не просто дает нам поверхность увидеть, он дает нам увидеть саму суть. Я ни в чем не буду нуждаться. Оказывается, жизнь с Богом приводит тебя к изобилию. Вы представляете? Изобилие не только в деньгах. Я не говорю сейчас о деньгах, и в деньгах тоже. Почему? Потому что мы должны быть богатыми на всякое доброе дело. Добрые дела, за них надо платить. И когда Бог пришел к Корнилию, послал ангела своего, Он сказал, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои, деньги стояли на уровне с молитвами. Вы скажете, это уже чересчур, это уже, знаете, это как мафия, которая оплачивает там все свои похождения. Нет! Именно деньги этого человека позволяли восполнять нужды благословляли кого-то и служили не на зло, а на добро. И Бога, Бог это заметил, Он не прошел мимо этого. Бог смотрит на деньги. Он смотрит, Он смотрит, как мы распоряжаемся деньгами. Он даже смотрит на то, как мы думаем. Кто-то думает, это мои деньги. И в последний день ты поймешь, что твоего ничего не было. Когда ты будешь уходить и ничего не сможешь взять, ты вот тогда прозреешь, поймешь, что тебе дано было все в распоряжении, а ты это присвоил и думал, это мое. И вот смотрите, Корнилий, он жертвовал, он жертвовал, он служил для Бога, даже не был рожден свыше. И Бог сказал, Корнилий, молитвы твои, и не только молитвы, и твои милостыни, твои деньги, пришли на память пред Бога. Бога, оказывается, это тебя интересует? Да. Да. Бога интересует то, чтобы ты ни в чем не нуждался? Да. Потому что, когда ты нуждаешься, ты не можешь даже на собрание пойти. Почему? Ты на работе. Потому что дьявол тебе дал работу такую, и ты должен теперь работать и восполнять свои нужды. Но если бы Господь был твоим пастырем, ты бы не нуждался. Ты был бы благословен и защищен в этой сфере. Ни в чем не нуждаться. Это по-христиански. Это на самом деле верующие люди. И я попытаюсь сегодня сломать стереотип верующего, что верующий ходит с протянутой рукой, и он всегда просит, дайте мне, дайте мне, Господь, помоги мне. Неужели ты не видишь, как я страдаю? Послушайте, я когда читаю Слово Божие, я вижу совсем другое. Я думаю, что мне хочется больше верить Слову Божьему. Ни в чем не нуждаться, это по-христиански. Потому что когда ты не нуждаешься ни в чем, это означает у тебя изобилие, и ты можешь еще благословлять и служить кому-то. И в этом и есть цель Бога, чтобы мы могли возлюбить ближнего. возлюбить ближнего, это означает что-то дать. Когда говорится слово любовь, это всегда подразумевается что-то дать. Ребенок тебе подбежал, и ты ему что-то дал, все, для него это любовь, ты его любишь, ты хороший дядя. Поиграл с ним, пошутил с ним, ты дал ему время, все, ты самый лучший. Так же и мы, мы христиане, когда мы будем действительно с Богом вместе, с нашим пастухом, он будет заботиться о нас. Аллилуйя. Давайте вспомним тот случай, эпизод, когда в жизни Давида очень сильный, сильный момент такой, его народ хотели поработить. Вы представляете, что, например, я юноша, я юноша, меня даже на войну не берут, нету восемнадцати. И сейчас я слышу, по всем новостям говорят, что скорее всего, скорее всего, наш народ поработят, и мы будем снова в рабстве. У нас не будет радости, мы будем работать, и мы будем очень несчастными людьми, потому что пришел злой человек, Голиаф, и он угрожает всему народу. И он говорит, что сразитесь со мною, если вы одолеете, мы будем вам рабами, а если я одолею этого человека, то вы будете нашими рабами. И весь Израиль тресся от страха, и все дрожали, и царь дрожал, и все воинство дрожало, все мужики дрожали от страха. И только Давид не дрожал от страха, потому что в его жизни был Господь, был пастух. Бог ждет сегодня настоящих верующих. Послушайте, давайте не будем играть в христианство. Давайте на самом деле будем теми овцами, которые слушаются гласа Господа и идут за ним, а за чужим не идут. Не иди за чужой информацией, не становись как этот мир, не прогибайся, не продавайся. Твое жительство на небесах. Апостол Павел пишет, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. А для чего мы ожидаем? Чтобы Он пришел и забрал нас на небесах. Потому что там мы будем жить, наше жительство там, моя Родина там, мой дом там. Мы правда мало знаем об этом, но нам надо больше об этом заинтересовываться и узнавать. Апостол Павел пишет, что если вы воскресли со Христом, то помышляйте о горнем, а не о земном. Послушайте, да мы о земном все равно будем думать. И в магазин сходим, и заплатим за счета. Но нам нужно думать, то есть цель, наша фокус, наше главное должно быть думать о вечном, о небесах. Тогда мы соединяемся с Иисусом, и Иисус становится живым в нашей жизни. Когда мы говорим об Иисусе, Он живой в нашей жизни, Он не будет мертвый. Если я сам сомневаюсь, и я говорю другому человеку, Иисус любит тебя, позволь Иисусу доверяю свою жизнь, сам сомневаюсь, он будет это чувствовать. Он не будет видеть уверенности, что я действительно доверяю ему свою жизнь. Я вам скажу, это трудно иногда, это иногда трудно, потому что ты не понимаешь, ты не видишь, как это все на самом деле. Но когда ты просто делаешь шаг веры, ты говоришь Господь, я доверяю тебе свою жизнь, говори мне, учи меня, заботься обо мне, корми меня, благословляй меня. И потом мы видим, что человек, столкнувшись с божественной информацией, с божественным присутствием, он увидел, как в какой-то ситуации, в которой не было избавления, Бог проявил свою славу, и эта ситуация изменилась в чудо. Он это видит, он начинает понимать все. Я вижу, что Бог помогает, я доверяю ему всю свою жизнь. Нам часто надо просто проверить Бога. Просто сказать, Бог, я доверяю тебе эту ситуацию, ты ее реши, как тебе угодно. И вы знаете, что, вот я в уходящем старом году, что это последнее служение в старом году, я вам хочу сказать простые слова, не бойтесь ничего, не надо вам бояться ничего. Хуже у вас не может случиться. Ваша старая жизнь, это самое худшее, что у вас было. Было, его нету больше. Теперь все новое. Мы в Иисусе Христе, и нас ждут сюрпризы, подарки, нас ждет благословение, нас ждет Господь. И в выходящем старом году, и в наступающем новом году. Не бойтесь, пастух рядом, ощутите его, ощутите, посмотрите на его вооружение. Это не просто пастух с палкой, это пастух, у которого войско небесное. И Давид об этом сказал, он проговорился, я иду во имя Господа, Бога, воинств израильских. Мы видим, как Бог защищал Израиль, когда у них оружия не было, а враги были все побеждены. Без оружия сам Бог сражался за них. Так вот, что Бог за тебя сражался, сделай его пастухом в своей жизни. Сделай, сделай. Главой в семье делает себя не мужчина, а женщина. Женщина делает своего мужа главою. Не Иисус себя будет делать Господом в твоей жизни. Я Господь, я сказал, я Господь, сказал. Нет, нет, мы говорим, ты Господь в моей жизни, ты пастух в моей жизни. Не он будет говорить, я пастух, я пастух, поверь, просто поверь, я тебе могу. Нет, мы анализируем, мы проходим и говорим, Господь, ты пастух в моей жизни, ты пастух в моей жизни, мы его должны таким сделать в своей жизни. Он такой, но будет ли это в нашей жизни, зависит только от нас. Но если Господь станет пастухом в вашей жизни, вам бояться нечего, даже в самое страшное время, как первый псалом говорится, что во время засухи, во время засухи, лист его не вянет, все везде вянет во время засухи, воды нету, а этого дерева никогда не повянет листья. Почему? оно посажено у потока в воду. Сверхъестественно, это дерево связано с небесами, с Царством Божьим. Поэтому лист даже во время кризиса, во время засухи, во время испытаний, во время эпидемий не будет вялым. Лист не может такого быть. Не может такого быть. И не надо бояться и сомневаться. Не надо. И не надо говорить, что времена прошли и теперь другие времена. Еще более славные времена. Церковь ждет времена, когда чудеса будут больше, чем в Старом Завете. Еще никто пока море не раздвинул после Моисея. А это был Старый Завет. Таких чудес еще пока что не было. Мы не слышим. Может быть, были, но мы не слышим. Мы слышим, люди ходили по воде. Но чтобы море расступалось, чтобы солнце останавливалось, такого мы еще не слышим. Но будет. Будет. Когда поднимутся эти сыны Божьи. Аминь. Давайте сейчас будем молитвы.